Это тренировка чемпионов. В зале победители краевых и всероссийских соревнований по каратэ. С начала года Сочи уже принял около десятка региональных турниров. И везде мясные каратисты стали в числе победителей и призеров. Первенство Краснодарского края у нас проходит ежегодно. Раз в году первенство, раз в году кадеты-юниоры, раз в году чемпионат. Так и в любом регионе. На первенстве Краснодарского края формируются команды для участия в межрегиональных всероссийских соревнованиях и первенствах России. А также всего того, что касается формирования сборных команд Краснодарского края. Достаточно много у нас участников выступает от 150 до 250. Первенство Краснодарского края является, скажем так, мерилом подготовки в целом сборной команды Краснодарского края. Но у нас своеобразная, скажем так, сложилась ситуация. У нас несколько ярких спортсменов есть, благодаря которым мы выходим на пятый, на шестой уровень в России. Среди 60-65 регионов. И одновременно большая часть у нас не дотягивает до общего российского уровня, проигрывая во вторых-третьих боях. Но в сборной России иногда одновременно доходилось до семи бойцов из нашего края. Примерно 80% составляют спортсмены города Сочи, 20% составляют спортсмены Краснодара и Тимошевска. Если мы смотрим по первенству России, то на последнем первенстве России спортсмены Краснодарского края заняли в общекомандном зачете пятое место. Пропустив вперед себя Москву, Санкт-Петербург, больший регион Новосибирск. Несмотря на то, что нас не культируют ката, а только кумите. Поэтому у нас есть несколько ярких звезд, которые решают все задачи по представлению края на всероссийских соревнованиях. У нас есть топовые спортсмены вообще сборной России. Это Денис Денисенко, который представляет Россию на международном уровне во взрослом карате, уже мастер спорта международного класса. У нас есть подрастающее поколение, тоже несколько хороших спортсменов. Но надо учесть, что все это карате у нас сосредоточено фактически в городе Сочи, скажем так. Мы пытаемся проводить семинары, пытаясь вызывать на сборы спортсменов из других регионов Краснодарского края. Но так как карате это, скажем, только многостилевой вид спорта, то очень большое количество клубовой секции по краю занимается клановыми какими-то направлениями, которым не очень интересно участвовать в олимпийском движении. То есть это сдерживает, да, вот все равно развитие карате? Не сдерживает, а тормозит. Тормозит, да. Потому что у них создается обманчивое впечатление, что они что-то стоят. И, например, устраивают они, скажем так, между собой чемпионаты мира, вывозят какую-то команду из города Тихорецка, привезут 26 золотых медалей. И пытаются этим апеллировать. Ну, хорошо, что у нас в Минспорте четко понимают, какие организации аккредитованы, какие организации дают результат, какие организации являются поставщиком спортсменов сборной команды России, вообще во все сборные команды России, молодежные, взрослые. Поэтому тут как бы поддержка со стороны Министерства спорта, со стороны ЦСП очень хорошая у нас. Сегодня в сборной Краснодарского края 80% из числа всех спортсменов сочинские. Поэтому часто в финалах встречаются каратисты, которые работают с одним тренером и часами оттачивают мастерство вместе в одном зале. Соперники, они друг для друга знакомые, хорошо изучили слабые и сильные стороны. Далась она мне легко. Было у меня два боя. Один бой был с моим другом, а другой – с другого клуба. Был я намного хитрее. Своего противника я хорошо знал. Он на меня просто набегал. Я его встречал. Краевые турниры для сочинцев – это шанс попасть на межрегиональные и всероссийские чемпионаты и первенства. А еще для каждого из участников региональные состязания – это хороший соревновательный опыт, возможность проверить свои силы и увидеть, как работают конкуренты. На последних крыльевых соревнованиях я занял серебро. Первые два боя прошли успешно. Я вел с большим счетом, но выйдя в финал, что-то пошло не так. Соперник оказался подготовленнее, чем я. И я не ожидал от него чего-то серьезного. Ну да. Я не особо расстраивался, потому что еще много соревнований будет и краевых, и всероссийских. Еще многое впереди. Серебро, говорит Дмитрий Спиваков, это хорошая мотивация. После поражения он работает в зале с еще большей отдачей. Заходит на тренировку первым и уходит последним. Сейчас его цель – звание кандидата в мастера спорта. Еще одно серебро прошедших крыльевых соревнований в копилке у Вадима Храпичука. Я занял второе место. Ну, я в финальном бою соревновалась со своим соклубовцем, так что мне проигрыша больших проблем не составил. И я хожу на тренировки каждый день, у меня как бы проблем больших нету с этим. Тренируюсь по максимуму, пытаюсь тренироваться, добиваться всего возможного, что может быть и на соревнованиях выступать хорошо. Хочу на Кадетскую Россию отобраться. Ну, заборная города конкуренция небольшая, там 3-4 человека, ну максимум 8 в некоторых категориях. А вот на России, к примеру, там 100 человек, 50, ну много очень. Для Данияла Керимова краевой турнир стал третьим спортивным стартом в пока еще совсем коротком пути в мире единоборств. Перед соревнованиями он заболел и на татаме вышел не в лучшей форме, да и соперник был тяжелее и выше его. Но Даниял сумел собраться. Во-первых, я выступала не в своей категории, у меня веса где-то 38, а выступала я в плюс 40. И мне соперник один попался выше, тяжелее и, ну, можно сказать, даже сильнее меня, но это был первый бой, и я не сильно устала, я смог бы победить. А второй соперник, у нас была ничья, и победу дали мне. Я не сильно и горжусь, потому что я думаю, что второй соперник мне попался довольно слабый. И вспоминаю, я победу только перед первым соперником. А где у тебя медаль хранится сейчас за эти соревнования? Ну, все мои медали висят на стене, и надо тоже висеть на стене. Медаль для каждого из этих ребят, конечно, повод для гордости, а гордиться есть чем. Результатов спортсменам из Краснодарского края удалось добиться впечатляющих. Из года в год до семи бойцов сборной России – это спортсмены с Кубани, Краснодара, Сочи и Тимашевска. Сейчас два сочинца Эдуард Гаспарян и Роберт Авакимов на сборах в Кисловодске готовятся лететь в Чили на молодежный чемпионат мира. А еще у одного из наших бойцов есть все шансы поехать на Олимпиаду в Токио. В Москве впервые, точнее не впервые, в последний раз в 2013 году был турнир такого уровня. Эти турниры – это, скажем так, говоря другим языком, текущий Кубок мира по карате. На этих турнирах формируется топ-100 мирового уровня категории. От нашего края уже были спортсмены в 2013 году, которые выигрывали этот турнир. В Тюмени был турнир, и Михаил Давыдов в категории плюс 84 килограмма тогда взял золотую медаль. С 2013 года и по сегодняшний месяц, грубо говоря, не было ничего. Ну и в Москве не было турниров, в России тоже не было. Вот впервые дали с 2013 года нам в Россию провести такой турнир. Федерация карате России занималась этим плотно совместно с Министерством спорта России. И провели на высочайшем уровне. В Москве приехало больше 70 стран. Наш город представлял Денис Денисенко, наш край представлял он же. И вышел, скажем так, в бронзовый финал. За бронзу он достойно отработал, выиграл бронзовую медаль. В финальном бою встречался со спортсменом из Японии, грамотным тоже очень. И защитил честь нашей страны на этом турнире. Самое главное, что сейчас формируют эти турниры, они формируют бойцов, которые будут на Олимпиаде заниматься представлением вида спорта карате на Олимпиаде 2020 года в Токио. То есть, допустим, у Дениса есть шанс попасть в Олимпийскую команду для представления в Токио нашего вида спорта. Вообще, МОК признал карате видом спорта в 1985 году и только в 2016 был принят в Олимпийскую семью. Именно Олимпиада в Токио в 2020 году станет для каратистов первой в истории. Конечно, включение карате в программу летних Олимпийских игр – это новый виток для развития этого вида спорта. Хотя спортсменов, которые увлекаются каратей или занимаются им профессионально, всегда немало. Основное отличие карате от других видов единоборств ударных и бросковых – это наличие контроля над своим поведением. Для того, чтобы в карате была оценена техника, человек должен нанести сильный удар и одновременно контролируемый. То есть, например, если мы возьмем бокс или кёкушинкай, есть такое боевое искусство, или тейквондо даже, неважно, любой вид спорта, везде допускается по большому счету нокаут. То есть, в том же самом боксе при получении нокаута мы получаем победу. Карате – это недопустимо. Если ты нанес травму противнику, то ты должен, соответственно, может быть, тебя могут за это наказать. Ты должен в любой момент боя свою технику контролировать, одновременно показывая и делая ее сильной. Это отличие от карате. И как бы это приучает одновременно, кроме контроля над спортивной техникой, это приучает к контролю своего поведения. То есть, когда вырастают дети во взрослых людей, они учатся контролировать свое поведение и держать себя на людях. На самом деле, если смотреть как бы прикладное значение, боевое, то скорости очень высокие именно в карате. Скоростная работа, скоростная, скоростно-силовая выносливость у нас на высоком уровне. И фактически нанести, скажем, травму в уличном бою человеку очень легко, потому что скорости, опять же, высокие. Но вот наличие контролируемой техники, оно наносит отпечаток на поведение человека, он всегда будет себя держать в руках. Вот это отличает карате, скажем, от других ударных и наборств. В том числе и поэтому родители приводят детей в секцию карате. Это отличный способ через спорт совершенствовать личность ребенка, как физически, так и духовно. Одна из интерпретаций слова карате – это рука, свободная от злых намерений. Говорят, этот вид спортивного единоборства воспитывает уважение к противнику, учат быть справедливым, спокойным, подавлять в себе ненависть и гнев. Эти спортсмены только начинают свой путь в карате, но уже учатся бороться и с собой, и с соперником в рамках турниров. Соревновательный опыт крайне необходим начинающим спортсменам. Я зайвал первое место. Мне было очень трудно. У меня было четыре боя, и я занял первое место. Помнишь самый трудный свой бой из этих четырех? Да, последний финал. Я его выбрал и получил первое место. Я вышел в финал и поиграл. Ты расстраивался? Нет. Почему? Потому что я никогда не расстраиваюсь. Ведь шанс улучшить свой результат есть всегда. Уже 19 ноября в Сочи пройдет чемпионат Краснодарского края по карате. А 2 ноября город проведет отборочные краевые состязания на всероссийский турнир «Надежда России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова